доброе утро друзья вспоминаю фильм 17 мгновений весны где такая фраза была штирлиц знал германию и вот я подумал я тоже вроде как знаю нашу страну по германию ничего не скажу вот там что знает про германию простой советский человек хендер хох обгимахт немного вот а про америку вот знаем мы кое-чего и наконец-то уже и на сайте официальном сайте лотерея green card есть объявление c о том ну что дальше будет а дальше будет как бы перри загрузка да то есть все что было стирается а 18 числа в среду сегодня понедельник вот в среду послезавтра все начнется по новой начнется это в среду 20 среду 18 в полдень по нью-йорку это минус 5 от гринвича соответственно это на 7 часов после москвы значит если это полдень в нью-йорке то стало быть по московскому времени это будет среда же но 7 часов вечера и закончится это тоже в среду 22 ноября вот в это же самое время 7 часов вечера по москве или в полдень по нью-йоркскому вот собственно и вся хохмочка все что было ушло и вот эти разговоры типа у меня же номер есть ну да вот но но если вы еще раз не подадите вот то соответственно ничего и не будет а номер этот можно вот там допустим вырезать и на стенку повесить и вот потому что больше с ним ничего сделать нельзя с точки зрения алгоритмов как бы в прошлый раз я говорил когда что давайте две недельки подождем я конечно не имел ввиду что сайта будут проблемы с функционалом я-то имел ввиду что проблемы будут с нагрузкой и надо сказать что с нагрузкой они как раз и справились с нагрузкой проблем не было хотя в первую неделю было несколько ситуаций когда люди говорили что вот у них там что-то не пошло и были такие жалобы но они не были массовыми и это не было так что вот сайт как в прошлом году лежал 44 дня подряд поэтому что мы сегодня знаем про эту систему мы знаем что нагрузку она держит другое дело что а те кто тут за неделю подал но может быть не все из них так сказать сообразят узнают и так далее на что многие надеются но тем не менее может оказаться что вот те кто подал за неделю или там скажем близкое к этому количеству людей захочет подать там за день или за два то есть нагрузка может реально возрасти они уже все подали они уже все знают у них нет никаких там вопросов и так далее так далее то есть конечно есть некоторое есть некоторое опасение что и нагрузочные проблемы могут быть но я как-то вот на этом не не фокусируюсь вот проблема была в функционале то есть они не смогли разделить различить тех кто играл от страны рождения от тех кто играл не от страны рождения имея на это право там и все такое но вот как бы по функционалу у них это не проходило что-то там не то было на удивление я хочу сказать вот средства массовой информации мне прислали ссылку на голос америки на русском языке и там значит вот пишут на эту тему такое что я просто обалдел пишут что у утеряны данные что вот то что они там за неделю собрали утеряно ребята она не утеряна они а она все есть она просто не годится вот так получилось но она абсолютно не утеряна они они его выкинули и говорят мы больше с этим дело не имеем мы вычищаем нашу базу данных от этого от всего и делаем все заново поэтому никакой утерянности там нет вообще удивительно вроде и по английски люди говорят и вот странно значит я хочу сказать что тут были люди которые в мой адрес ругались проклятие какие-то слали там и так далее я ничего про них не говорю в том смысле что не то что мне нечего сказать но даже блогеры друзья даже блогеры у них совершенно не обязательно то что на уме то на языке но на уме у нас есть вот она языке мы воздержимся хотя все все понимают теперь значит да я я не закончил с рекомендациями значит с рекомендациями у нас такой вопрос я бы советовал подождать ну может быть уже не две недели а может быть недельку вот так бы я бы присмотрелся потому что у меня есть опасения опять нагрузочные что может в первые несколько дней что такое произойти но но в принципе это не у меня не не очень серьезные опасения так какие-то опасения бы недельку подождал что касается того что у нас на канале происходит вот я начал говорить что есть люди которые не понимают у меня знаете в памяти возникает известная история с моисеем который однажды усомнился после всего друзья усомнился в ком вы пойти в ком он усомнил вот вот в нем усомнился и чем кончилось это все для мысея он таки не попался в землю обетованную понимаете поэтому да в общем бог с ними канал у нас хороший добрый деловой поэтому если кто еще не подписан мне за вас даже как-то неудобно вот честно не но там может вам не нужна никакая там лотерея или вообще информация там или чё-то конечно почему нет вот да можете на первом канале там российском смотреть вам там всю правду расскажут а у нас что так у нас по мелочи что мы будем делать и как как я советую заполнять это связано я уезжаю завтра ночь ночью во вторник я уеду на недельку на западное на восточное побережье и мы там со светланой будем гулять заедем в вашингтон дисси и там разные места и так далее люди интересные там у нас будут вот и будут оттуда сюжеты поэтому реально не трансляцию обычную нашу субботнюю прямой эфир я не смогу сделать все это будет будет уже в два часа ночи начинаться я просто нереально для меня не не заполнение заявки в онлайне тоже это это для меня будет очень тяжело поэтому мы вернемся так через недельку после и в субботнюю обычную нашу субботнюю трансляцию в субботний прямой эфир это будет 28 октября по москве 28 октября по москве в девять часов утра как обычно вот мы будем делать заполнение формы вот этой вот онлайн она к этому времени 10 дней уже провисит я не ожидаю никаких проблем вот если вы хотите подождать вот эти 10 дней и вместе с нами поучаствовать она конечно и в записи будет то есть вы можете и две недели подождать и 3 месяц можете подождать там слава богу 5 недель вот так что у нас такой план и друзья я лайков не прошу да в том смысле что вы сами знаете но серьезно я поскольку забочусь о том чтобы наш зритель тут у нас смотрит чтобы у него все было хорошо и в порядке то есть как бы на мне ответственность что чтобы он присмотрен был наш зритель вот я серьезно подписывайтесь потому что я самореализуюсь через представление хорошей качественной информации ну и конечно пошутите конечно анекдотец это все такое но понимаете конечно бывает вот интересно смотреть как там человек приехал в америку и машину приобретает или вот допустим как он там первый раз жизни в магазин попал или там ну ну какие вот есть сюжеты у людей которые здесь там не знаю месяц три там год-два и так далее есть особая ценность того что есть люди которые в контексте я не знаю если тут хоть один блогер который не то чтобы там 27 лет в америке был хотя бы там даже пятнадцать я я не знаю ни одного вот так новенькие все в основном ну вот может быть флорида ялл тоже тут лет 10-12 а так ну кто и наташа квик тоже достаточно давно вот поэтому это как бы определенный сегмент а вот этого блогерского пространства и если вы в этом сегменте не представлены то у вас проблема то есть вы вы не будете в том контексте в котором уже находятся люди которые здесь 27 лет прожили поэтому я вот так я пытаюсь понять почему это важно для себя сформулировать назад уже и вам тоже формулируем такая вот история все друзья я я очень доволен тем что но тем что произошло потому что мы на нашем канале просто как я не знаю как диакон такой я в набат вот эту набатную функцию я выполнял и там сначала люди кричали что трамп отменяет лотерею боже ты мой он отменяет лотерею трамп вот я кричал ура состоится потому что не было не было уверенности что состоится понимать то есть на одну и ту же информацию мы реагировали по-разному вот соответственно и здесь я говорил ждем две недели все вот эти вот умники которые тут с претензиями с проклятиями значит они говорили вот зачем я вас слушался вот надо было сразу заполнять понимаете это люди не в американском контексте то есть они испугались что если сервер лег то он уже и не встанет вот наступит там заветное 7 ноября а сервера вот как лежал так и будет лежать и в лотереи будут участвовать только те кто там за первую неделю успел подать безумие этой мысли патологическое безумие выглядит патологическим безумием только если вы находитесь в контексте американской жизни это безумие но там где они живут это норма поэтому они испугались они думают что там так как они живут там так во всем мире люди живут нет нет это это даже представить себе невозможно вот эту ахинею и обратите внимание они не сказали что мы начнем 18 принимать заявки а закончим все равно 7 ноября нет они сдвинули все они сдвинули так чтобы был вот тот же самый промежуток времени они сдвинули даже дату проверки заявок то есть когда сам тираж произойдет если сначала там предполагалось что тираж будет 1 мая то сейчас и это сдвинулось на две недельки вот как сдвинули на две недели так и сдвинули и все так ну ка си вот поэтому я хочу сказать что вот эта ситуация начиная со 2 августа когда было сообщение о том что трамп поддержал там законопроект частью которого было отменить green card лотерею вот начиная со 2 августа сегодня у нас уже там слава богу я сбиваюсь со счета какое-то там октября вот там 12 13 честно не не помню сбился 15 полтора месяца слушать вот эти полтора месяца мы вот таким буревестником летали крыльями махали значит диаконом таким в колокол набатный фигачили и и в итоге мы не только не по одной позиции не прокололись так мы еще и были единственными кто вот этим всем занимался с такой точностью тогда я очень доволен я вам даже скажу такую вещь последний раз когда я говорил что там на сайте иорданского посольства вывесили эту информацию о том что сдвигается все переигрывается я сказал ну вот да люди говорят а почему на иорданском посольстве почему на сайте эквадорского посольства сша почему вот нет официально ягона подождите я буду выходные же но при утром проснетесь понедельник пойдете на сайт значит лотереи там прочтете и потом я себе думаю что я так сразу так точную оценку такую дал именно в понедельник я бы может они там только в среду поменяют когда начнется прием заявок то есть как-то я так значит заколебался заколебался с утра проснулся она уже там она уже там вот соответственно и тут я вспомнил вот эту вот хохмачку про штирлица который знал германию он тоже там заколебался если вы фильм помните ассори я тут микрофон потрогал значит он тоже так заколебался вот так что друзья я ликую вместе с вами вместе с теми кто верил и понимал друзья это еще и понимать тоже на некоторые просто верят без понимания что тоже как бы замечательно вот а некоторые понимают и вот как бы я всех вас очень люблю и приветствую и я я свое отбатрачу еще друзья у нас впереди большая программа даже не сомневайтесь так что еще раз кто до этого места дослушал и он еще и не подписан примите соболезнования счастливо